Всем привет-привет! Сегодня 22 августа, и мы едем сдавать тест по английскому для того, чтобы нас взяли в школу. Точнее, нас и так уже взяли, чтобы проверить наш уровень знания английского языка. Мы вместе с Алиной. Она будет сдавать свой тест, я свой. Подробнее рассказать про школы в Америке. Вот есть штат, и он разделён на дистрикты. Вот, например, мы живём в городе Долистаун, и наш дистрикт называется Central Wax, и в него входит несколько городов. Ну, как, например, Чейлфон, Долистаун, там ещё несколько городов. И вот есть несколько школ. Например, Elementary School — это начальная школа, их очень много, то есть их, например, штук 8. И потом идёт middle school, их уже намного меньше, то есть их, например, уже в нашем дистрикте, их 5 средних школ, а потом high school — их всего 3. И получается, что я как бы иностранный студент, который переехал из России, и мой родной язык — это русский, а не английский. И я как бы обязана пройти курс ESL — English Second Language. Мы приехали в августе, и поэтому мне нужно будет его проходить в течение учебного года. А если бы мы приехали, например, в начале июня, я бы могла его отходить уже летом. Ну, так как мы живём, как я уже сказала, в Долистауне, рядом с Долистауном, и по факту мы должны ходить в школу, как по нашему адресу. Но так получилось, что этих курсов ESL нету в тех школах, которые как бы по нашему адресу, зип-коду, и поэтому мы едем сдавать тест, и нам скажут, в какую школу нас отправляют. И всего лишь две начальных школы с курсами ESL, одна средняя и одна старшая школа. На данный момент Алину уже прикрепили к школе. Её школа называется Горо Влент Элементари Скул. Алине сейчас 10 лет, и она пойдёт в 5-й класс, хотя в России она бы пошла в 4-й. И здесь, получается, дети идут сначала в kindergarten, это обязательно как нулевой класс, в 5 лет. В 6 лет они идут в 1-й класс, но у них, получается, 12 классов, и поэтому они по факту должны заканчивать так же, как и мы. То есть если бы я пошла там в школу, и я закончила бы так же со своими одноклассниками. И так получается, что мне сейчас, на данный момент, 13 лет, мне исполнится 14 только в октябре. А на момент поступления, например, мне нужно было бы идти в 9-й класс. Мне должно было бы быть 14 лет, но мне 13, и поэтому, возможно, поэтому меня ещё не прикрепили к школе, потому что решают. Ну, я бы очень хотела пойти в 9-й класс, потому что так, если я пойду в 8-й класс, то есть как вместе с 13-летними, я закончу школу на год позже. Это будет немного обидно, потому что все мои друзья-одноклассники уже закончили школу, а я ещё буду год учиться. Мы подъехали к школе Милкрик Elementary School, но огромные. Мы написали тест. Что вам сказать? Было не очень сложно, но я до этого же ходила, дополнительно изучала английский, я даже сдавала тест ПЭД. И, ну-ка, я как бы его сдала. Было 4 части. Первая — listening, вторая — reading, потом speaking, а потом writing. Примерно всё это заняло чуть больше часа, и вот в каждой части было по несколько вопросов, и они как бы разделены на 3 темы. То есть, например, в рейтинге у меня там была одна тема лёгкая, потом была древняя Греция, а потом строение глаза. Поэтому мне было не очень легко, потому что некоторые слова были незнакомы. А Алина тоже всё нормально издала. Ну, то есть, конечно, что-то ей было непонятно, потому что она изучала английский всего лишь год. Но всё равно она как бы сдала. Мы думаем, что мы, в принципе, нормально написали. Результаты будут известны в понедельник. И мне точно скажут, в какую школу я пойду, в какой класс. Но пока что сказали, что я пойду в 9 класс. Я рада. А сейчас мы едем на встречу с Алининой учительницей в её начальную школу Гровланд. У них сегодня как бы день открытых дверей, что ты, типа, можешь прийти, познакомиться с кем хочешь. New Family Tour. Да, New Family Tour. Вот так называется. Покажем вам школу. Продолжение следует...